Построй свой Млечный Путь Привет, Кром. Зачем ты встал на голову? Может, лучше встать на лапы? Не забывайте, перед вами король кунг-фу. Мои новые позы предполагают положение лапами вверх. Любой может упасть на голову. Молчать! Не смейте привлекаться со старшими. Не люзга! Какая чудесная луна! Точно! Наступает середина осени. Я слышала, что в это время оттуда с луны очень хорошо виден Млечный Путь. Млечный Путь? А что это? Он похож на бегущую реку, полную ярких звёзд. Реку! Туда поместятся триллионы звёзд! Не хочешь? Не верь! Куда ты, Лу? Млечный Путь сделан из молока, а не из звёзд. Вот глупая! Я лечу! Смотрите! Как здорово! Вы только посмотрите, сколько звёзд! Я попал на Млечный Путь! Мне пришлось тебя разбудить! Ты сам меня этому фокусу научил! Теперь я буду с тобой вдвойне осторожен! Неужели это было на самом деле? Точно! Я ходил по Млечному Пути! Всё, как ты и говорила! Рассказывай, как там? Потрясающе! Знаешь, мы можем построить свой собственный Млечный Путь и будем им любоваться! Облака! Когда будут готовы твои пирожные звёздочки? Скоро-скоро! Тогда и заходи! Твой заказ! Самая большая чашка! Ешь! Спасибо, Гром! Трюфель! Трюфель! У меня родился невероятный план! Я сам приготовлю Млечный Путь! А можно его попробовать? Никогда не пил! Нет, трюфель, его не пьют! О нём мечтают! Никогда о таком не слышал! Гром! Я хочу построить мини-млечный путь! Я не шучу! Ладно, ладно! Смейтесь хоть до старости! Лу, письмо и рисунок требуют полнейшей сосредоточенности! Ясно? Да! Господин художник! Вы только послушайте! Вы тоже сомневаетесь, что я смогу построить Млечный Путь? Мой Млечный Путь? Млечный Путь? Я видел его во сне, и теперь не могу не думать о нём! Во сне? Прекрасная идея! Как самый почитаемый художник нашего города, я рад, что у меня есть такой творческий ученик! Кролик Брэд, я полностью на твоей стороне! Ты продемонстрируешь нам все грани своего таланта! Итак, за дело! Начнём! Бежим! А как выглядит этот Млечный Путь? Он похож на миллиард огоньков! Повсюду свет! Надо найти что-то блестящее! Жемчужину! Зеркальце! А что в природе выделяет яркий свет? Светлички! Блестяще! Светлички! Точно! Да! А почему вы так смотрите? Трюфель! Ты подкинул нам отличную идею! Внимание! Солдаты! Скоро опустятся сумерки! И станет темно! Мы должны поймать как можно больше светличков! Шевелитесь! Друзья мои! Есть! Ребята, вижу множество светличков! Слушайте меня внимательно! Приём! Трюфель, ты налево! Брэд, ты направо! Лу, жди моей команды! А почему? Я тоже умею ловить! Ты жди! Смотри-ка! Ай! Ой! Аааааа! Аааа! Скорее! Кажется, им нужен врач! Всё хорошо! Но светлячки улетели! Я их поймаю! Вперёд! Меня подожди! Бросаешь мне вызов? Сейчас я тебя поймаю! Ааааа! Вот ты где! Брэд, отступаем! Их слишком много! Я боюсь! Смотри, их тысячи! Я не боюсь! Мы ещё посмотрим! Вот это да! Какие красивые! Позаботься о них, Брэд! Конечно! Разумеется! Они улетели! Прости, Брэд! Ничего страшного, мой юный Брэд! Мы придумаем, как их поймать и постараемся их не выпустить! Я лови думала! Чудесная осенняя ночь! Точно! Какая красота! Что это? Вон там! Это лодка? Луна взойдёт, и свет она прольёт! Дед из него печенье напечёт! Что это? Это лодка? Посмотрите! Вау! Очень красиво! Светлячки! Они летят за нами! Как здорово! Лу, ты молодец! Свет свечи манит их за собой! Это гораздо лучше, чем засовывать их в банки! Здорово, правда? Согласен? Какие шустрые! Как красиво! Словно на ночном небе ожили тысячи звёзд! Эффектно! Они превратили реку в Млечный путь! Впечатляет! Брат, у тебя получилось! Тебе удалось построить свой Млечный путь! Это правда? Мы в космосе! Эффектно! Эффектно! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КАЖДОМУ СВОЕ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Особое блюдо облака должны попробовать все. Одной чашки будет мало. Мы даем девять. Великолепный сидр по рецепту несравненной госпожи Тени освежит вас в жаркий летний день. Ее сидр отличает сладкие и пряные нотки. Вы непременно попросите второй бокал, а, может быть, и третий. А, собственно, что тут удивительного? Жители нашего города! Слушайте все! Наш дом правосудия без налогов рассмотрит все ваши споры и конфликты. Добро пожаловать в суд или... Или мы сочтем вас неблагонадежными гражданами. Все запомнили? Им плевать на рекламные акции. На этот раз попробуем морепродукты. Морепродукты? Доктор Чародей. Привет, Гром. Объявление для самых ценных клиентов. Сегодня облако предлагает девять чашек лапши по цене одной. Неужели? С морепродуктами. В другой раз я не голоден. Спешу напомнить, что это предложение действует только один день. Завтра все опять будет по-старому. Спасибо, я пас. Чародей, у нас ведь самая вкусная лапша. Ты что, не согласен? Я. Я предлагаю тебе прекрасную возможность победить почти даром. Мягкая лапша в ароматном супе. А еще разные приправы и добавки. Не ломайся. Я устал тебя уговаривать. Но? Неужели ты позволишь себе отказаться от лапши облака? Может, ты поел уже где-нибудь еще? Отвечай. Нет. Загляни в меню. В отличие от других, мы предлагаем самые разнообразные блюда. Нет, просто... Может, посмотришь лицензию? Пожалуйста, смотри. У нас все четко. И справка из Санэпитнадзора есть. Мы даже лапы моем. Федерация китайских производителей лично вручила нам сертификат. Мы подходим к делу серьезно. Думай, думай и тряси бородой. Будь уверен, у нас нет конкурентов. Потому что здесь больше никого нет. Точно. Но это не значит, что наша лапша не самая лучшая. И такую возможность упускать нельзя. Согласен. Прости, я спешу. Стой, тирадей. Посмотри сюда. Что? Это все ты? Разве не видно? Приглядись. Скажи, что они тебе напоминают? Смотри внимательно. Ну, говори. Не знаю. Они же кричат. Ешь лапшу в облако. И всегда ты будешь клевый. И поэтому я уплетаю чашку за чашкой. Я не голоден. Черт, дерь. Ну что еще? Учти, я делаю это ради твоего же блага. Потом еще благодарить будешь. Гром, отпусти меня. Я хочу уберечь тебя от сожалений, которыми ты потом станешь мучиться. Но мне нужно купить порошки для больных. Что ты ко мне привязался? Привязался? Я думал, ты проголодался. Ну, грамм. Купите одну чашку лапши и получите девять бесплатно. Уйди, не хочу. Отстань. Совсем бедняга спятил. Доктор Чародей, трудный денек, да? Не могли отвязаться от Грома? Он вел себя ужасно. Должно быть, вы рассерделись. Слегка расстроился. Так неуважительно отнестись к столь уважаемому доктору. Я прав? Да. Абсолютно. Гарантирую, что в нашем заведении такого просто не могло бы случиться. От рада слышать. Странник? Всё в порядке? У тебя нездоровый вид. Скажи, что произошло? Вам будет неинтересно. Я уже три дня не пью. Вообще. Я обожаю сидр тени, но она запрещает мне пить. Это невыносимо. Ни одной капли с утра. Но нет, 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 нет. Ради успеха заведения. Пусть лучше зачахну я. Ваши дела идут в гору? Да, цены растут, но знаете, о чём я мечтаю? О стаканчике сидра? Само собой, но есть кое-что ещё. Что же? Мой супергерой. Король обезьян. Сунвукон. Как бы я хотел встретиться с ним лично. Но это невозможно. Он недосягаем. Я тренируюсь каждый день, чтобы хоть чуточку быть похожим на него. Если бы у меня был шанс его увидеть, то я бы... Бедняга, мне так жаль. Давай я куплю у вас что-нибудь. Может, смогу тебе помочь. Во мне чуть не умер блестящий актёр. Грому бы у меня поучиться. Что ты сказал? Я хотел поблагодарить вас за щедрость. Давайте зайдём внутрь, присядем. Вы составите компанию своему невезучему другу. Что скажете, доктор? Пошли. Пошли. Но ты же, кажется, говорил, что нельзя пить. Видите ли, просто... Это особый случай. А тень не рассердится? Не рассердится. Если за касса платите вы. Что? Платить за твой сидр? Значит, ты всё подстроил? Хотел выудить у меня последние деньги? Призренный примат. Тише, тише. Я решил, что вы тоже не прочь выпить. Но теперь я прозрел. Ты? Какая наглость! Господин, как бы вы хотели видеть себя на холсте? Родится шедевр. Подумаешь. Постойте, погодите. Что случилось с нашими жителями? Они помешались на рекламе. Не будь чёрствым по отношению к творчеству. Насладись худесником кисти. Нет, опять то же самое. Мои возможности. Спокойнее, чародей. Ты что? Немедленно прекрати. Нужно срочно положить конец этим издевательствам. Низ места. Ты и Гром, кажется, что-то не поделили. Верно? Я права. Тебя это не касается. Что? Неуважение к представителю власти? Нет, с чего ты взяла? Почему весь мир сегодня встал между мною и морепродуктами? Я не понимаю. Что ж, раз ты закон, я должен подать тебе жалобу. Мы прибыли помочь. Кафе «Облако», ресторан «Тени» и художественные школы изводят меня своими предложениями. Я несчастная жертва. Домогательство. Ограбление или тяжкие увечья были? Расскажи всё в деталях. Нет, никакого физического насилия не было. Они очень настойчиво портили мне настроение. Это нельзя так оставить? Мы проверим. Интересно. Капкан, наконец-то мы нашли себе дело. Идём. Вот ненормальные. Художника нет. Они где-то рядом. Хорошо, что и грома нет. Чуродей! Ты меня напугал. Как мы рады тебя видеть. Мы тебя заждались. Нет. Нет. Уж теперь-то ты точно проголодался. Покупай одну, получай восемь придачу. Наконец-то. На сей раз мы непременно оформим сделку. Моя борода, как больно. Зайди в студию «Радуга». Тебя научат превосходно рисовать. Лоешь! Рисуй, рисуй! Купи сидр, или я примусь за твою козлинную бородёнку. Я услышала достаточно. Мне всё ясно. Оставьте чародея. Немедленно. Это недоразумение. Вы арестованы за приставание гражданам с навязчивыми предложениями. Да, точно. Взять этих троих под стражу. Немедленно. Есть. Спасибо вам большое. Вы мне так помогли. Что ты, не за что. Спасибо ещё раз. Это я должен тебя благодарить. Мы наконец-то завели дело. Отныне ты будешь раз в день сообщать нам обо всём подозрительном. Художники Джан Гадзин, Пэн Сянтун, Люй Туань и другие. Композитор Ли Ле. На русский язык фильм озвучен по заказу компании Central Partnership в 2011 году. Композитор Ли Ле. Композитор Ли Ле. Охотники за сокровищами Странник, я выпил Принеси мне ещё Бегу, бегу Спешу заметить, что ты выпил уже три бочки сидра У тебя что-то случилось? Да В общем Колись, молот Я целый день подношу напитки и вижу, у кого что на уме Не бойся, выкладывай Я сегодня В общем Я должен Я должен Тебе признаться Молот, ты говоришь бессмыслицу, выражайся яснее Я Сегодня нашёл Нашёл В общем Ну говори же, не тяни Я нашёл недостающую часть Семейного сокровища Что? Я не ослышался, сокровище? Сокровище? Чего же ты раньше молчал? А что за сокровище? Смотри Что? Старый ржавый ключ? Этот ключ откроет сундук с фамильными ценностями Шутишь? С настоящими сокровищами? Этот сундук принадлежал ещё Моему Прадедушке Так у тебя его нет? Сундук давно пропал, но теперь я нашёл этот ключ Дело за малым Найти сундук Точно! Мы поможем тебе его искать Правда? Конечно! Как же это непросто искать чужие драгоценности? Они спрятаны где-то далеко, но мы непременно их найдём Этот сундук может быть где угодно Я прекрасный исследователь и альпинист Нас ждёт блестящее приключение Но... Ну что ж, здорово Начем не отплатить вам за старания? Ты сам знаешь Расплатишься, когда найдём клад Принимаешь нашу помощь? С тебя 10% Молот лучших помощников тебе не найти Мы его высмотрим и вынюхаем Уговорили Отлично, тогда за дело Вперёд! Но я даже не успел описать вам сундук Разве вам не интересно? Ещё как интересно, выкладывай Кажется, он красный Фантастика Мы его найдём Вперёд! Он большой? Такой Вот такой Понятно Большой? Не такой Может... Может, вот такой Ясно? Точно! А может, такой Надо было слушать папу Что это? Ерунда! Проверим все сундуки! Ага! Смотри-ка, сколько их здесь! В одном из них наверняка хранятся сокровища молота Нужно придумать, как их отсюда вытащить Хорошо, что я не обделён мозгами Так-так! Остаётся понять, в каком из них сокровища Мой нос мне подсказывает, что вот в этом А ты гораздо тяжелее, чем кажешься Наверное, надо ещё чуть-чуть постараться Я так просто не сдамся взять его! И ещё разок Получается! Подвал Эпсилона Идеальное место для хранения сокровищ Нашёл! Цвет и размер, кажется, те А теперь пора сматывать отсюда И поскорее! Что там за шум? Наверное, воры Это собственность правительства Нет, сюда идут ласка и капкан Скорее Ласка Перекрой заднюю дверь Есть Вы только посмотрите Стой Странно Посмотрю там Они все подходят под описание Красные и небольшие Большое спасибо Шевелись Проверь, к какому подходит твой ключ Не то Скважина слишком маленькая Значит, замок должен быть больше Вот, подходит Молод, попробуй Ну что? Не тот Неужели я ошибся? Странно Дай посмотреть Он же не заперт Но это не мои сокровища Значит, идём дальше Предлагаю вот этот Ну? Не видишь Цвет не тот Подойди и посмотри Этот? Нет Молод, попробуй открыть Давай Мы их все пересмотрели Ни в одном из них нет того, что мы ищем Просто надо знать, где смотреть Постойте Я сверюсь с картой С картой? У тебя была карта? Что ж ты молчал? Надо было раньше сказать Я хотел отдать её вам Но вы так быстро убежали Ладно Посмотрим карту Я сам Отойдите Никто не умеет читать карты лучше, чем я Похоже, что... Сундук спрятан здесь В этой комнате Отсевдовать Осторожней Нельзя, чтобы сюда вползла тень Я нашёл Да, правда Это он Сундук моего любимого дедушки Ну и ну Это невероятно Мы нашли сокровища Я богат Молод, открой и посмотрим Что там Точно Смотрите Что? Нет Не может быть И это ты называешь сокровищем? Разумеется Прекрасные инструменты Назовись любому мастеру И все они мои Вот возьмите, как обещал Ты что, издеваешься? Что я буду делать с киркой? Невероятно Здесь всё вернём Странник Что ты делал в подвале Эпсилона? Это всё Молод виноват Это всё он Остановитесь Шалун Давай спрячемся внутри Вон из моего заведения Как вы посмели сюда заимиться? Наглецы Вы проделали дырку в полу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девятый перец Шалун Субтитры делал DimaTorzok Заслуженный отдых Господа, ваш заказ Спасибо Не за что Гром, у тебя что? Выходной? Ты какой-то грустный У меня каждый день выходной, к несчастью Тебя уволили? А разве это не очевидно? Облако во мне не нуждается Облако две, как обычно Понял Я тебе помогу Не нужно Лучше отнеси заказ Эпсилону Сможешь? Конечно смогу Пока Эпсилону домой, запомнишь? Да Облако, давай помогу Нет, я сам справлюсь Ты и так очень занят Ну ладно Завтра мне понадобится много теста Хорошо, я почти закончил Шеф, я могу месить тесто Нет, всё в порядке Уже поздно Иди отдыхай Ром, если тебе не трудно Принеси мне три мешка муки Ты ещё не закончил? Ладно Я принесу, сколько скажешь Немного этого Сум готов Почти три часа ночи Он трудоголик Доброе утро, облако Быстрее, Гром Мы опаздываем Облако Ты куда собрался? Чем я могу тебе помочь? Мне нужны овощи Я сам принесу Я мигом Быстрее, молнии Ну ладно Купи тыкву, чеснок, морковь, зелёный лук, горошек и капусту Ясно Тыкву кругленькую, не овальную И самые свежие овощи Понял, понял Ещё кое-что, не забудь про чеснок Я знаю Нет, я передумал, я сам пойду Ну, шеф Он работает дольше всех Но ведь так нельзя Я хотел хоть чем-то ему помочь Он заслужил недолгий отпуск Он трудоголик Ты прав Может, мы вместе это уладим? Облако! Как поживаешь, странник? Зачем пришёл? Я принёс тебе самый лучший сидр из запасов тени Выпьем вместе Он так вкусно пахнет На работе я не пью Меня лапша ждёт Облако, никуда не тянется твоя лапша Займись хоть раз чем-нибудь другим Точно, нужно приготовить соус Привет, облако Привет Ты пришёл пообедать Нет, я здесь по делам У меня к тебе предложение Голуб Трэвел предлагает тебе заграничную путёвку Со скидкой Что скажешь? Нет, благодарю Но почему? У меня работа, я не могу её бросить Нельзя круглый год работать Даже тебе нужен отпуск Подумай над моим предложением Облако! В соседнем посёлке запускают змеев Хочешь, пойдём вместе? Посмотрим Заманчивое предложение, но я не могу Я занят Облако, ещё острые лапши, пожалуйста Бегу Иди один, Гром Как-нибудь в другой раз Гром, отнеси молоту три чашки лапши Хорошо, уже иду Дорогие друзья, я наконец вернулся Кто вернулся? А, Эпсилон, ты как раз вовремя Облако! Ты проделал такой долгий путь Я бродил по западным резервациям Утром мой шар поднял меня в воздух И вот я здесь Принеси мне большую порцию лапши С удовольствием Я много где побывал, но лучше повара, чем ты, я не встречал Я польщён, спасибо Облако, что-то случилось? У меня ломит лапа, я очень страдаю На твоё счастье, по пути я освоил приёмы совершенно нового целительного массажа Будешь как новенький Спасибо Это прекрасно Отлично Теперь сядь прямо Только поосторожнее Не бойся, я знаю, что делаю Да ты волшебник, шея больше не болит Конечно Это тайский массаж Он прекрасно снимает боль Как друг, я настоятельно рекомендую тебе отдохнуть Ты болеешь от усталости Твой организм сигналит тебе, что пора отдыхать Но кто позаботится о моём заведении Если ты сляжешь в постель, всем будет только хуже Но Облако Мы живём не для того, чтобы работать без перерывов Иногда отпуск способен творить чудеса Это так Ты должен постараться и внести перемены в свою жизнь Но как? Облако Жизнь словно чашка лапши Добавишь изюминку, её вкус станет ещё лучше Он прав Так больше нельзя Облако Жизнь словно чашка лапши Добавишь изюминку, её вкус станет ещё лучше Да Теперь я знаю, что делать Я должен немедленно изменить свою жизнь Ха-ха-ха-хаать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Жизнь – отличная штука! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как стать хорошим полицейским? Девушки отдыхают... 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 Хорошо О, нет Ничего, добавь ещё Ты уверен? Ладно Вроде нормально Неплохо, неплохо По-моему, плохо Посмотри внимательнее Оно не идеально, но не волнуйся Я всё исправлю Это всего лишь тесто Ласка У меня чуть инфаркт не случился В чём дело? Ты сама на себя не похожа? Я скажу, в чём дело Я хочу быть хорошим полицейским, как капкан Теперь я понимаю, что тебя беспокоит Я, например, считаю, что хороший полицейский Должен завоевать уважение жителей города Всё дело в общении В общении? Ну, конечно Так вот, что мне нужно делать Ласка, защитник? Хе-хе-хе-хе С чего мне начать? Иди Ласка? Шалун Я хочу кое-что спросить Нет проблем, спрашивай Шалун, почему ты такой маленький? Что? Как ты сказала? Почему ты такой маленький? В смысле, маленького роста Ты спрашиваешь, почему я маленький? Я крыса Конечно, я маленький У тебя с этим проблемы? Прости, я не хотела тебя обидеть Просто любопытно Другой вопрос Твоя тележка постоянно ломается Ты её по дешёвке купил? Да как ты смеешь? Моя тележка лучшая на свете Ты решила надо мной посмеяться? Подразнить меня, грубиянка? Нет, это защитник Он сказал, что если я буду общаться с жителями города То обязательно стану хорошим полицейским Я должна задавать личные вопросы, понимаешь? Нет, не понимаю Но я знаю, что если ты будешь продолжать в том же духе То скоро перестанешь быть нашим другом Я уже сказал тебе, как стать хорошим полицейским Но ты меня не послушала Шалун, ты не прав Ей нужно быть честной, всем помогать Всем помогать? Например, месить за тебя тесто? Что? Твой совет полная чушь Шалун Довольно Никто не смеет оскорблять Грома Даже ты И что ты мне сделаешь, Гром? Ты слуга закона Утихомирь эту взбесившуюся кошку Посмотри на него и посмотри на меня Облака Твой подчиненный мне угрожает Я тебя не трону Успокойся, успокойся Смотри, что бывает, когда не знаешь, с кем рядом живешь Теперь ты понимаешь ласка Узнать друг друга? Ты насоветовал ей унизить меня, пони-переросток Ты ничего не знаешь о том, как стать хорошим полицейским Защитник, о чем он говорит? Чтобы узнать друг друга, нужно выведать личные сведения Например, ты часто сбегаешь с работы, чтобы заниматься кунг-фу? Я стараюсь заниматься каждые два часа Иногда каждый час Если нет клиентов, конечно Но тебе какое до этого дело? Да, тебе какое дело? Не поймите меня неправильно Ты ввел ласку в заблуждение Она стала бы отличным полицейским, если бы слушала меня Она должна помогать другим Нет, общаться Чепуха Нужна строгость Нет любопытства Нет стержень Нет помощь Ласка Ласка, слушай меня Шалун Шалун Гром, ты хочешь драться? Ты первый начал Давай Вперед! Перестаньте, хватит Ласка, горчица испортила твою лапшу Возьми еще Облако Мальчики совсем меня запутали Как мне стать уважаемым полицейским? Я не полицейский, но полагаю, любая работа требует одинаковой концентрации Если ты сосредоточишься на своей работе, то сердце подскажет тебе, что нужно делать, а что нет Я готовлю отличную лапшу, но я должен сосредоточиться, чтобы она стала такой Концентрация Ешь, пока не остыла Идеально Спасибо, облако Ты мне очень помог Прекратить! Ласка, кто из нас прав? Да, кто прав? Я не уверена, что кто-то из вас до конца прав Но я точно знаю, что вы арестованы за порчу чужого имущества ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 一不小心 這行人開始動作舞蹈 啥子 啟稀勒吼 下巴都舒暢快把駕鞭 沒了折 像你這樣的大師喝酒 一定很厲害 慢慢一上一大口 翻著倒開 像你這樣的大師 手法一定很厲害 一點數它夠點熱 看我們存在 大師 大師 我的自私 大師 我會獨家 不愧 樹 他能提 他能招牌 大師 我的大師 你的鴨子 就像大師 狼狼 誰打住 你會瘋我 講話 我會瘋 » 我會瘋我 找你 大師 我會瘋我 你會把剩下 我會瘋我 為你做的一副